Добрый день друзья. Сегодня будем менять стекло. Стекло и экран. У нас полон. Играют цвета. Экран будем менять на iPad 1395. Это второй iPad. Выключаем. Ставим на фене около 450 градусов. Греем стекло. Греем стекло. Греем стекло. Снимать будем вот такими инструментами, так будет проще. Видите, понемногу отклеивается, сильно накалять нельзя, потому что стекло может треснуть. Таким вот образом снимаем по всему периметру. Добавляем по всему периметру. Добавляем по всему периметру. Уже начало трескаться. Добавляем шлейф стекла. Добавляем по всему периметру. Целая стекла снимает намного легче, чем треснутая. Чаще всего попадаются уже сломанные. Добавляем по всему периметру. 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 Как раз сейчас мы у того места, где его можно повредить. Снимаем кнопку HOME. Таким образом она снимается. Стекло. 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 Здесь поаккуратней. Находится шлейф включения-заключения, вот он, вот он вот здесь, чтобы вам было видно. Ну вот он, старайтесь его не задеть, в противном случае придется его тоже менять, порвать его очень легко. Здесь находится еще один опасный момент, вот он под лопаткой, это тот же шлейф. Ну вот он, логично, аккуратно, таким вот образом снимаем оставшееся стекло. Вот он, логично, аккуратно, 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 аккуратно. Убираем крошку, чтобы она не мешалась. Старайтесь экран руками не трогать, потому что отпечатки пальцев очень сложно удалить с него. Очищаем посадочную поверхность, таким образом. Экран можно снять, чтобы он нам не мешался. Он сидит на четырех болтах по периметру. Рецепс на здоровье Снимаем экран, внизу пристегивается шлейфом, вот его шлейф, отстегиваем его, убираем пока фсорбу, очищаем поверхность, удаляем все лишнее. Убираем кусок шлейфа, который остался у нас от тачскрина. Убираем крючком шлейф. Особое внимание обращаем на углы, они должны быть ровные. Так как они алюминиевые, их приходится отрезать. Перед этим конечно предупреждаем клиента, потому что других вариантов нет, выровнять его. Таким образом отрезаем, потому что иначе стекло просто не сядет, стекло просто не сядет на свое место. Потом ровняем, здесь вроде тоже надо подрезать. Намного проще конечно менять стекло с экраном на айпаде, который ни разу не падал, у которого все углы ровные, стекло без трещин, но таких попадается очень мало. Основная масса разбитые, согнутые. Поэтому приходится таким вот способом устранять недостатки. Место готово, пробуем новый экран. Продолжение следует. Вот . Когда смотритеflanze, тоец на translate delicate Пристёгиваем шлейф на экран. Вставляем, пробуем. Продолжение следует... Экран работает. Далее. Пробуем стекло. Так вот она выглядит. Кнопку Home лучше заменить на оригинальную. Если у вас, конечно, оригинальное стекло, то ещё лучше. У меня стекло в данный момент китайское. Оно не сильно отличается от оригинального. Тем не менее, оно дешевле почти в пять раз. И визуально мало кто сможет отличить оригинальное от неоригинального. Ставим кнопку. Она у нас на скотче двустороннем. Соединяем шлейф. Пробуем всё в сборе, как у нас работает. Ну, вроде всё работает. Пусть всё проверяет на сообщениях. Таким образом проверяем. Все кнопки должны работать. Всё отлично. Приступаем к сборке. Снимаем защитную пленку клейкую. У кого её нет, бывает, что стекла идут без неё, то можно заказать отдельно. Вот такую уже готовую. Если нет готовой, то можно уйти из этой ситуации, купив какой-нибудь двусторонний скотч. Чем толще, тем лучше желательно. Подставим шлейф. Заводим. Заводим шлейф. Вы видите, как я показал, внутрь каркаса. Таким образом, видите, чтобы он плотно прилегал. Далее ставим стекло, точнее экран. Прикручиваем его четырьмя болтами по периметру. Клинол бразон. Еще раз проверяем посадочную поверхность, чтобы не осталось никакой крошки стекольной, никакого мусора, потому что потом опять придется снимать стекло. Снимаем пленку, далее снимаем транспортный пластик защитный с экрана, со стекла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое со стекла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставляем сначала со стороны кнопки ХОМ, чтобы сразу ее проверить. Видите, она включилась у меня. Далее по периметру в пазы. Таким вот образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И желательно на час, на полтора поставить вот на такие технические прищепки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, наше стекло готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите, задавайте вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем удачного дня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...